Ну здравствуйте, жалкие рабы, этого никчемного мира. С вами принц преступного мира, Джокер. И сегодня я больше не буду пародировать из себя Джокера. В общем, ещё раз всем привет. И, как, наверное, вы поняли по названию, по моему прикиду, сегодня у меня обзор того, что было на ярмарке, который прохожден. Дело буквально сегодня, ну, 16 мая, я не знаю, когда это видео выпущу. Да, и на ярмарке ходил вот в таком косплее. То есть... А, и ещё у меня были перчатки, перчатки, но я их убрал. И сегодня, да, я ходил на ярмарку, которая была посвящена вроде как равномерно комиксам, аниме и сериалам. А не так, что аниме больше, чего-то там меньше. Нет, сегодня было всё равномерно. Перед тем, как сделать обзор на мои покупочки, а их тут, к сожалению, очень мало, так как было очень мало всего интересного, не было даже плакатов и фигурок. О чём уж тут говорить дальше. Хочу сказать то, что этот косплей у меня вышел намного лучше, чем в прошлый. Так как этот косплей со мной подходили, фотографировались люди. Также там было, помимо меня, ещё два косплейщика. Это я и ещё две девочки. Косплеили они, по-моему, одна из Тёмного Дворецкого, а другая из... Не помню, из какого тоже аниме. Ну, в общем, помимо того, что меня узнавали, ко мне подходили и фотографировались, мне было приятно. Я могу сказать то, что мне скорее было приятно просто там присутствовать и радовать людей, что можно подойти с фоткой с косплейщиком в таком маленьком городке, так как товары меня совсем не порадовали. Но, ни обнимение, я их приобрёл, и сейчас я покажу, что же там было. Ну, во-первых, перед началом ярмарки выдавали вот такие вот брошюрки, я не знаю, что это, по-моему, просто артики какие-то с лольками, или они просто доски. Дальше я купил вот такие значки, которые стоили 50 рублей за штуку. И сейчас я ближе подойду, и мы все посмотрим. Первый значок, вот такой большой значок, канеки. Второй значок, это с нацию хэппи, с надписью герои, и ещё что-то на корейском, по-моему, это, скорее всего, это транскрипция, это скобочка квадратно написано. В общем, такой значок, тоже прикольный. Дальше идёт не аниме, а комиксы, это енот ракет. Кстати, меня чуть не порвали там за то, что я сказал, можно значок с енотом, а не с ракетой, как правильно. И последний значок, я ждал, пока его поднесут, я не мог дождаться, я чуть ли не дрался за него, и в конце концов, в самом конце ярмарки, мне сказали, что всё, поставили этот значок, и я выкупил этот значок с Бэтменом, и я даже выложил в ВК фотографию. Это в значке всё, кстати, на счёт ВК подписывайтесь, я там выкладываю фотографии разные, да, в Инстаграме и в Твиттере тоже. И также в описании будут ссылочки на донат, ребят, переходите, сама реклама закончилась. Я Джокер, я не мог по-другому. Дальше, ребят, идут сладости, знаете, как-то будет странно выглядеть. Джокер и вот такой вот с розовыми вкусняшками. В общем, это у нас вот такие мармеладки с соком японской сливы, и вот такая вот штука называется «Которая сделай сам». Вы, возможно, видели у неё у каких-либо популярных блогеров, по-моему, и Китабу Гага в своё время делал, и Тимон Ченнел снимал, и мелкие ютуберы тоже этим занимались, то есть довольно-таки интересная штука. И у меня, кстати, жевательные конфеты. Кинако Моти с шоколадом. То есть это порошковое всё, я не знаю, что там внутри, но вот это я попробую, наверное, сейчас, а вот это будет отдельное видео. Для дегустации я приглашу сюда своего младшего брата. Поздоровайся. Поздоровайся, ребята. А чё ты такой серьёзный? Да не бойся, я не буду тебя убивать. Я сделал тебе очень-очень больно. Ладно, вот они наши, ещё раз покажу. Возможно, кто-то ел такие, кто-то нет. Ну, я, например, вот нет. Первый раз такие вижу, и сейчас мы их с братом попробуем. Он вообще очень любит мармелад, это его любимая сладость, а это вообще ещё и японский. Ты когда летел такой? Нет. Ох ты, так они ещё и вот такие вот. Держи. Пока не ешь. Ой, запах такой сладкий. Их, кстати, нормально так. Ну и цена, по-моему, 200 рублей у них. Сакура вроде. Да, это сакура, да. Насчёт прекрасно. Халенько, вкусно, да? Ну, я скажу, что это да, это вкусно. И если вы увидите, то не пожалейте. Купите такое, попробуйте. Это 200 рублей стоит. Маленькая такая пачка, но она реально стоит своих денег. То есть, например, те же Бабы Гарри Поттера, которые стоят 300 рублей. Ну, не, ну они съедобные, но... Вернее, прикольно, но немножко завышено. Вот 200 рублей вот для мармелады, да, это нормально. Очень благодарю вас за помощь. Жду вас в следующий раз на следующую дегустацию. Прощайте. Валентина. До свидания. Ну, ребята, сладости сделать сам, я сделаю отдельное видео по этой штуке, так сказать. И, кстати, она стоила 250 рублей вдруг, просто кому интересно. И, ребят, ещё я купил брату вот такую вот рыбку. Рыбку, это, сейчас, вафельное печенье, рыбка с молочным шоколадом. Но её мы уже схомячили ещё в машине, которая стоила, кстати, тоже 200 рублей. И последняя, да, ребят, вы меня слышали, последняя, так как больше там реально нечего было покупать, даже плакатов не было. Это вот такой вот галстук из вселенной, по вселенной Гарри Поттера, это слизарин. Вот он герб. И взял её слизарин, потому что, ну, как бы, если я взял Гриффиндор, то там красный, получается, он просто... Красный мало с какими костюмами сочетается. Например, вот зелёный галстучек и с фиолетовым пиджаком. То есть я в этом пиджаке хожу на учёбу. То есть я думаю то, что зелёный галстучек, даже по вселенной... Кстати, к сожалению, извиняюсь, что сам себя перебиваю, к сожалению, галстук не настоящий, то есть не завязывается сзади, а вот на таких вот, на такой резиночке. В общем, ребят, а справа вверху будет голосование, отвечать на вопрос, ходили ли вы на ярмарку или на подобные мероприятия. Ну, а на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочки в описании тоже чекайте. Всем пока.